Добрый день дорогие друзья, уважаемые подписчики и гости канала Розовое Хобби. С вами Татьяна. Апрель напряженный и ответственный месяц для цветоводов. Многие растения тронулись в рост, а мелколуковичные радуют нас своими разноцветными окрасками. Но нельзя опаздывать в саду с делами, поэтому я составляю для себя календарь основных работ и поделюсь им с вами. Во-первых, еще не поздно посеять однолетние цветы на рассаду. Это бархатцы, цинии, настурция, душистый горошек. Они еще успеют вырасти и зацвести. А если применить маленькие хитрости, то они догонят те, что мы посеяли в марте. Если в апреле мы посеем бархатцы, тагетис или цинию на расстоянии 3-4 сантиметров один цветочек от другого, то мы можем обойтись и без пикировки. Они в этих емкостях дорастают до нужной величины, и мы их уже пересадим в грунт. Второе важное мероприятие это пикировка мартовских и более ранних посевов однолетних цветов. В апреле мы пикируем мартовские посевы. Корешки у них можно укорачивать на одну треть для лучшего ветвления. Заглублять обязательно до семидольных листочков и подсыпать песок или вермикулит от черной ножки. Вот, например, у левкоя стержневой корень, а у петунии слаборазвитая корневая система, поэтому их лучше пикировать сразу в изолированные емкости. Потом будет проще посадить, не травмируя корешки. Вот, например, у петунии уже их очень хорошо видно. Вот они растут в этих стаканчиках, их хорошо заметно. Вот такие корни у молодых саженцев петунии. Через семь дней после пикировки надо подкормить молодые растения комплексным минеральным удобрением. Я подкармливаю фертико люкс для цветов, овощей и рассады. Вы можете воспользоваться любым другим, которое найдете. Вы можете также составить самостоятельное удобрение из аммиачной селитры, серно-кислого калия и суперфосфата. Вторую подкормку комплексным удобрением надо дать через 10-14 дней после первой. Обязательно. И не забудьте, что вносить удобрение нужно во влажную почву. Обычно я это делаю накануне. Проливаю накануне, а на другой день уже провожу подкормку по влажной почве. Очень важной работой в саду является рыхление и подкормка луковичных и многолетних растений. Пионы выдвинули свои почечки очень хорошо. Надо обязательно сейчас взрыхлить слегка почву, пролить удобрением, обязательно подкормить. Пионы любят чуть кисленькую, поэтому если есть черный хлеб, корочки черного хлеба, можно настоять и полить. тоже очень полезно, и они любят. Но скажите, разве не прелесть? Чудо. Чудо природы. Красавцы. Этот сорт крокуса называется пиквик. Вот он такой, с полосками, очень интересный. Красавчик. А этот немножко другой. У него ровный окрас, еле-еле заметные полоски. Это сативус. Крокус сативус. Хороши. А это мой любимчик. Яркий flowers records. Цветочный рекорд. Вот он такой, темно-фиолетовый. Красивый. А желтенький? А желтенький физконтиктус. Да, веселый, солнечный. Красивый. Но уже, видите, он даже отцветает. Уже заканчивает цветение. Быстро. Неделька и их нет. Ну и этот снежный цветок. Это просто что-то. Загляденье. Мы часто забываем про луковичное. Растут и растут. Цветут и цветут. Но они тоже любят покушать. Грунт оттаял. И мы смело можем провести посевы летних цветов прямо в грунт. Такими цветами могут быть и берез, календула, космея, матиола, эшольция. Мы их будем сеять непосредственно в грунт. Очень важный этап это раскрытие роз после зимовки. Об этом у нас есть отдельное видео. Я на него дам ссылочку. Весной многие садоводы обновляют свои коллекции. И сажаем новые розы. У нас всё получится. Подписывайтесь на канал. Впереди много интересного.